Всем привет! К слову, этого видео могло бы и не существовать, однако после небольшой беседы с уважаемым мною человеком у меня возникла идея, что вместо презентации можно сделать видео. Мой коллега по имени Егор, услышав это и сделав глоток уже остывшего кофе из термоса, решает сделать коллаборацию. И тут я понял, что это же гениальная идея. Книгу мы выбрали относительно быстро. Да и вариантов-то особо и не было. Так вот, наша книга от авторов братьев Бориса и Аркадия Стругацких и книг на обочине. Теперь Егор расскажет вам немного о самом произведении. Повесть, которая была написана в 1971 году, относится к жанру научной фантастики. Все началось с первого посещения. Посещение представляет собой высадку инопланетян в различных точках планеты. Спустя некоторое время пребывания они исчезли, а на местах посещения появились так называемые зоны, в которых присутствовал сильный аномальный фон. Именно из-за него проживание в зоны было непригодно. После скорой эвакуации населения и оцепления периметра, ученые находили в зонах неизвестные им приборы, которые были оставлены пришельцами после посещения. Обыкновенным гражданским лицам находиться в зоне было категорически запрещено, однако находились смельчаки или просто жаждущие заработка глупцы, которые проникали в зоны и тащили оттуда все, что только могли унести. Таких отчаянных людей называли сталкерами. Редрик Шухарт был одним из них. 23-летний мужчина был опытным сталкером, который решил прекратить опасные походы в зоны. Он устроился на работу лаборантом в Международный институт внеземных культур. Его начальник, Кирилл Панов, изучал артефакты, которые были оставлены инопланетной расой. Однажды Кирилл уговорил Редрика сделать вылазку в зону за так называемой пустышкой. Вылазка закончилась плачевно, так как из-за контакта с аномалией Кирилл внезапно умер при возвращении в лабораторию. Тяжесть вины за смерть друга преследовала Редрика. Однако его состояние улучшило известие о беременности Гуты, его возлюбленной. Из этого отрывка можно понять, что Шухарт – опытный сталкер, который просто хочет жить спокойной жизнью. Но просит ли он это дело? Да, он действительно завязал со сталкерством. Правда, всего на шесть лет. Пришлось вернуться к этому опасному занятию, дабы обеспечить семью. В зону он отправился не один, а со стервятником. Или же Барбриджем. Поход, как и полагается, пошел не по плану. Редрику пришлось спасать стервятника, который, в свою очередь, напоролся на очередную аномалию. За спасение Барбриджа он пообещал показать дорогу до исполняющего желание артефакта – золотого шара. После продажи собранного барахла торговцам, хрипатому и костлявому, Редрик передал часть денег семье стервятника. У семьи Редрика была дочь Мария. Однако дети сталкеров рождались необычными. Я бы сказал, с мутацией. Мария не была исключением. Внешне она напоминала обезьяну. Но будто и Редрик все равно ее любили. И ласково называли мартышкой. Все бы ничего, но главного героя очень быстро повязали за продажу артефакта. Да уж, как бы ни старался наш герой забросить дела в зоне, ему пришлось сделать это вновь. Итак, теперь поговорим о таком персонаже по имени Ричард Дунан. Ричард – сотрудник спецслужб, который работает под прикрытием с целью оттвова сталкеров. Сам он полагал, что держит все под контролем. Однако он получал множество сообщений от руководства, в которые было сказано, мол, сталкерами из зоны уносятся ценные артефакты. Однажды Нунан встретился с ученым Валентином Пильманом, который поинтересовался, что ученый думает о самом посещении. Доктор ответил, что он все это очень смахивает на типичный пикник на обочине. Пришельцы остановились, бросали после себя мусор и улетели прочь. Действительно, пришельцы очень похожи на людей. Так же пришли, нагадили и ушли, как ни в чем не бывало. Пришло время. Редрик вышел из тюрьмы и направился в зону с целью найти тот самый Золотой Шар. Однако один он не пошел, а захватил с собой Барджиджа, сына Барбиджа, Артура. Казалось бы, он делает это для облегчения своего пути. Да. Но Ред знал, что в конце пути их ждет опаснейшая ядконговская ловушка, которую также называют мясорубкой. Шухарт поступил как настоящий лицемер. Он пожертвовал Артуром, чтобы добраться до цели. Конечно, он опытный сталкер, поэтому со спокойным лицом наблюдал, как Артур накручивается на ловушку так, словно хозяйки скручивают белье, выжимая воду. И вот наш герой стоит у Золотого Шара, как вдруг осознает, какой ужасный поступок он совершил. Немного постояв, он вспоминает последние слова того мальчика. Вот так и закончилась повесть и книг на обочине. Хороший или плохой конец, решать вам. Я считаю, что концовка не самая хорошая, однако мой коллега-сценарист Егор считает обратное. Ладно, с пересказом все. Теперь поговорим про биографию тех самых братьев Бориса и Аркадия Стругацких. Пожалуй, теперь о них расскажу я, так как Егор-сценарист достойно выполнил свою часть работы. Поехали! Начнем мы, пожалуй, с Аркадия Натановича. Родился он 28 августа 1925 года в портовом городе Грузии, Патуми. Кстати, видео о Грузии есть у меня на канале. Кому интересно, ссылка в описании. У него была насыщенная жизнь. В 43-м году Аркадий был призван в Красную Армию, после окончил Бердичевское прихотное училище. Далее был откомандирован военный институт иностранных языков, который он окончил в 1949 году по специальности переводчик с японского и английского языков. В 1955 году Аркадий Стругацкий служил уже в Советской Армии, был переводчиком, преподавал языки в офицерском училище в Каннске. Профессиональный писатель, член Союза писателей СССР, был дважды женат. У Аркадия было две дочери – Наталья от первого брака и Мария от второго. Весьма интересное совпадение имен. Может и не совпадение. Умер Аркадий Натанович 12 октября 1991 года в Москве от рака печени. После смерти писатель был примирован. Теперь давайте рассмотрим биографию его младшего брата – Бориса Натановича. Родился он 15 апреля 1933 года в Ленинграде. В 1950 году Борис окончил пехотную школу с серебряной медалью и собирался поступать на физический факультет ЛГУ. Однако его не приняли, когда он подал документы на математико-механический факультет ЛГУ, который он успешно окончил в 1955 году по специальности астроном. С 1964 года является профессиональным писателем, членом Союза писателей СССР. Борис умер 19 ноября 2012 года, также по причине тяжелой болезни. После смерти писатель был кремером. Всего братья вместе написали более 30 произведений. Что ж, про биографию я рассказал. Теперь давайте подведем итоги. Братья Сругацкие, на мой взгляд, одни из самых гениальных писателей СССР в жанре научной фантастики. По их произведениям сняты фильмы, сделанные игры. Тот же фильм Сталкер, серия игр Сталкер, малоизвестная The Final Station. Последняя вовь, вдохновленная по мотивам нескольких произведений Сругац, таких как Пикник на обочине, Волны гасят ветер и Гадкие лебеди. Как вы видите, видео подходит к концу. Я надеюсь, вам понравилось наше совместное видео по литературе. Если вы хотите больше подобных видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Сцена темно-синяя. Ой, еще раз. Это мне ровно пишет. Обыкновенный. Ладно, все, без цвета. Цвет пурпурный. Потому что. Давай. Находиться в зоне куда? Чуть ты ржешь. Ты ручками вот так. Так. Дякую. Здесь… Продолжение следует. Теперь перепись на гайсковики. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова